Глава 34, стих 1. Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Полагают, что это сказано относительно избиения Гога и Магога, но мне кажется, пророк указывает на последний день мира, как показывает и следующее, стих 4. И слеет все небесное воинство, звезды, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадет лист, спадает с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы. Смотри, как предсказал пророк, так предсказывало внезапном падении звезд и Христос. Не спрашивай, каким образом те, которые пригвождены, прикреплены на небесах, спадут, как падают листья виноградной лозы. Как падают листья в свое время, так они падут в установленное время. Кроме того, он этим обозначает нечто другое, они будут более славными. Как виноградная лоза после падения листьев является ногою, и потом снова весной вновь украшается листьями и ветвями, так изменится к лучшему и небеса. Стих 5. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на едом и на народ, преданный мною заклятию». Заклад. Пророк мечами называет наказание, чтобы через известное возвестить неизвестное. Он сказал «упился меч», чтобы показать, что наказание, о котором он говорит, как о страшном, сходит с неба. Показывает, что народ, который предан был грехам, подвергся наказанию не неправильно, а по справедливому суду Божию. Бог угрожает ему страшным гневом не за тем, чтобы истребить, но чтобы посредством страха побудить к добродетели. По справедливости он называет людьми пагубными тех, которые были во грехах. Подобно тому, как брошенная вещь находится вдали от глаз хозяина, так и грешник удален от лица святого Божия. Как говорил Каин, «Вот ты изгоняешь ныне меня от лица твоего, и будешь, что всякий, кто встретит меня, убьет». Сообразно изречению. «Да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». Произнося гневные слова, пророк говорит, «Не думайте, что Бог подвержен таковым страстям». Человек, угнетенный несчастьем, гневается и не может понимать силы законов, когда ум его подвигнут гневом. Но не так Бог. А как же? Когда он гневается, он во всем поступает справедливо. Наш ум вследствие гнева помрачается. Напротив, Бог, наказывая других, каждому воздает по его делам и не подвигается от гнева. Хотя о нас и Боге говорится то же самое, но не то же самое этим обозначается. Он по своей природе не гневлив, напротив, мы гневаемся. Почему мы прежде мучим себя самих, потом других, причиняя или не причиняя им вреда? Меч Господень наполнится крови. Смотри, он наглядно представляет дело. Через козлов и овнов показывает, что истребление их подобно истреблению бессловесных животных. Подобно тому, как об этих, после их заклания, более не говорится. Так и о тех людях, которые приняли их нравы и стали хуже их. Те лишены слова по природе, а эти стали подобны им. Почему пророк называет это жертвой? Потому что гнев Божий дошел до того, что не мог миновать их. Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. Не было никакой несправедливости, но праведны суд и воздаяние по делам. Здесь ясно, что гнев пришел на Идумеев ради Сиона, града Божия, так как Сион был градом Божиим, то есть жаждущим спасения от Бога, презирающим идолов и наплеменников, которые не принесли им никакой пользы. Стих 9. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Хотя он изображает тягчайшее бедствие Идумеев, однако многие полагали, что сказано о последнем суде, потому что, говорят, здесь огонь и серо, и вечное наказание, так как он прибавляет, не угаснет в вечное время ни днем, ни ночью. Стих 11. И завладеет ней пеликан и еж, и филин и ворон поселится в ней, и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. До 17 стиха. Пророк показывает совершенное истребление их от слов олене, и до конца пусть мудрейший видит, должно ли здесь разуметь что-либо иное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова